Практическая психология Здравствуйте Вот смотрите, встречаются в нашей жизни дети разные Говорят, что ребенок должен быть как шило, не сидеть на месте Но бывают такие дети, которые сами устают от своей активности, утомляют родителей И что чаще всего бывает, это когда педагоги уже просто с утра до вечера жалуются на этого ребенка И говорят, невозможно это, невозможно то, у него вот тут не получается, вот тут не получается Вроде бы папа как в это время смотрит, говорит, ой, да я такой же был Мама говорит, ну надо что-то, наверное, делать с нашим ребенком Ну конечно, он же мешает обществу Ему же замечания делают, ему бедные ярлыки навешивают Да, это же так все сложно И он бедненький, и самооценка, и тревожность у него внушается Все сразу же, конечно, бедные дети Да, и поэтому наша задача как родителей, да, если мы видим, что такой ребенок в семье есть Как-то начинать действовать Некоторые бездействуют, но потом на них это еще сильнее отражается Они говорят, надо было раньше нам что-либо делать с этим нашим активным непоседой Тут, наверное, не на родителей, тут, наверное, на детей Бедные дети получают домаки и шишки в течение всей жизни Если это не исправляется родителями, конечно И вот смотрите, что часто бывает Сравнивают вот этого активного или гиперактивного ребенка, да, с такой общепринятой нормой Хотя ведь вещи-то, да, величины-то абсолютно несравнимые Но, тем не менее, есть удобные дети Есть дети, которые сложно в процессе обучения, воспитания, еще что-то, да И вот мы сейчас будем с вами говорить вот про тех самых непосед, которых иногда называют СДВГшник Да, и так легко сказать Синдром длительного внимания, да, у него Вы что-нибудь сделайте, пожалуйста, с этим ребенком Да, счастливо И, конечно же, начинают там водить к неврологу, начинают там водить по врачам, ну, что-то не то С нашим ребенком учителя, все воспитатели говорят, что-то не то И чаще всего уже только где-то там в конце доходят до нейропсихолога Хотя на самом-то деле, да, при этой ситуации, наверное, надо начинать было с нейропсихолога Ну, я соглашусь, да, очень редко встречаются люди, которые сразу приходят, например, к нейропсихологу Они проходят семь кругов ада прежде всего, а потом уже каким-то образом узнают про нейропсихолога и приходят с такими детьми Вообще категория детей СДВГ или просто гиперактивные дети, конечно же, моя любимая категория Я этих деток очень люблю, они настолько настоящие, честные Искренние Да, они очень такие искренние, они ждут, когда их поймут, когда их пожалеют Погладят, и тогда они готовы для вас, в принципе, сделать все Им, в принципе, не хватает небольшого понимания Ну, с одной стороны, конечно же, им небольшого понимания не хватает А еще им не хватает, да, наверное, вот этой безусловной любви, которую они никак... Они так ее ищут, да? Удобные дети, они же удобные, понимаете? На них не нужно тратить время, энергию, с ними не надо много общаться, контролировать их не надо Им сказали, они сделали, послушные дети Я не говорю, что это нехорошо Это, конечно, хорошо, но есть и другая категория просто детей, с которыми необходимо точно так же работать И делать так, чтобы в последующем в жизни у них было все пучком Ну, давайте начнем, наверное, с того, что чаще всего такие дети, они бы на самом деле искренне хотели быть вот этими удобными, послушными И чтобы их хвалили, да? Но дело в том, что наша с вами мыслительная деятельность, темперамент, реакции на ситуации и события в основном зависят от работы головного мозга Ну и, конечно же, высшей нервной деятельности, да? Следовательно, что мы говорим? Что происходит у детей с СДВГ, у гиперактивных детей? С позиции физиологии, да? Что происходит? Конечно же, если мы будем говорить о настоящих гиперактивных детях, да? Они детях, не воспитанных, да? Мы будем говорить конкретно о категории детей гиперактивных, у которых есть диагноз СДВГ, да? Уже поставлен, да? То, конечно же, чисто с физиологической стороны, это не до конца сформирован третий блок мозга по Александру Романовичу Лорию Это лобное отдело головного мозга, префронтальная кора Которая не даёт возможность ребёнку контролировать собственные эмоции, собственные чувства, собственно, даже интеллектуальную деятельность Он бежит вперёд, он недослушивает, он невнимателен И не потому, что он вот такой неправильный, да? Или невоспитан Или хочет вас вывести из себя Да, или хочет действительно проверить наши нервы на прочность Да, потому что отдел головного мозга не может справиться с этой нагрузкой Не может справиться с контролем над собственной деятельностью Да, и поэтому этот отдел головного мозга, он у этих детей страдает И вот эти дети, если мы будем говорить о проявлении, когда же у них проявляется вот это всё Это уже их видно с трёхлетнего возраста, в принципе Потому что им говоришь одно, они как будто вас не слышат Им говоришь, сделай так, они тоже как будто делают всё наоборот Им ещё что-то предлагаешь что-то сделать, да? Они уходят от разговора, уходят от вопросов И родители прежде всего думают, ай, ничего, он ещё маленький Ай, ничего, он ещё, ну, пройдёт Ой, так ничего, ещё время у нас есть, до школы ещё много времени, мы это всё сделаем Ан, нет, так не может быть Дети гиперактивные, по-настоящему гиперактивные, конечно, требуют особого внимания Особой коррекции, особого воспитательных приёмов И когда мы с такими детками работаем и налаживаем с ними определённую организацию То и у них и структуры головного мозга Те, которые отвечают за контроль, да, в частности, префронтальная кора Она у них очень быстро выстраивается Это очень легко восстановить, это очень легко Особенно в таком возрасте, да? Там, да, там больше, наверное, даже не работа с ребёнком важна Как работа с родителями, да? Родителю просто необходимо понять, что надо сделать, чтобы ребёнок Чтобы у ребёнка сформировалась вот эта префронтальная кора Хорошо, Оля, а вот давайте мы сейчас такие рэперные точки, ключевые моменты назовём То есть что может родитель увидеть? Вот сейчас нас, например, слушают мамы и папы, да? Что он может увидеть, если это действительно вот такая истинная гиперактивность? Ну, смотря с какого возраста мы начнём Если мы возьмём на три года, конечно, это диагностирует всё-таки специалист Родители действительно могут не увидеть Не увидеть, ага Не увидеть Но если родители очень внимательно и посмотрят на других детей, да? То хотя бы какой-то звоночек, колокольчик в их голове должен прозвенеть Все дети, например, умеют сидеть там где-то сколько-то, 5-7 минут, например, да? И внимательно слушать сказку, потому что это непроизвольное внимание И сказка это очень интересно, да? А его ребёнок, например, да? Не может Это уже должно насторожить, что что-то не так Может быть, конечно, и сказка неинтересна его, не заинтересовала сказка Но это тогда единичный случай А если он всё время не может высидеть, 5-7 минут, да? Там, например, при слушании сказки или ещё что-то То тогда это, конечно же, должно насторожить родителей И уже какие-то приёмы по... Приёмы должен проводить, методы какие-то использовать для того, чтобы понять Почему этот ребёнок, мой, да, конкретно, не сидит и не слушает сказки? Какие три категории есть такие, да? На которые мы должны как родители обратить внимание? То есть вот... Тут, наверное, знаете, если мы опять же вернёмся к трёхлетнему возрасту То, наверное, тут не три Не три ещё будет, да? Да, просто да Просто вот это вот непроизвольное внимание, конечно, его можно Можно учесть, как вот эти три симптома комплекса Которые проявляются при гиперактивности И которые обязательно присутствуют в этом диагнозе Это невнимательность, прежде всего, да? Сама гиперактивность, которая включает в себя беспокойные движения в кистях, в стопах Вертится, крутится, часто проявляет бесцельную какую-то двигательную активность То есть бегает, прыгает, скачет Как обезьянка, знаете, вот Как действительно одну секунду стоял здесь В следующую секунду его уже здесь нет Некоторые родители говорят, ходят по потолку Да, вот вы знаете, на самом деле по потолку, по дивану, их кверх ногами И это действительно так То есть это я не преуменьшаю Они действительно прям чуть ли не по потолку бегают Они не могут успокоиться Вот что такое гиперактивность Да, это гиперактивность на самом деле И, конечно же, импульсивность Которая выражается Не дослушивают до конца, например С трудом дожидаются, в своей очереди, в различной ситуации Часто мешают другим, пристают к окружающим Например, влезают в беседы Вот эти вот три категории То есть невнимательность, гиперактивность и импульсивность Это основные такие симптомы, которые присутствуют обязательно у гиперактивного ребёнка Вот смотрите, мы видим такого с вами, например, малыша Кстати, если раньше говорили о том, что гиперактивностью чаще всего страдают мальчики То сейчас учителя, педагоги все говорят, что и девочек стало всё больше и больше В связи с чем, как вы думаете, происходит рост гиперактивных детей? Вы знаете, две основные причины, наверное, из моей практики, наверное, я скажу Две основные причины Первая причина, конечно же, это незрелость физиологических структур головного мозга Которые отвечают за контроль и программирование собственной деятельности А вторая, наверное, детско-родительские отношения Может быть, не так это можно назвать Может быть, это назвать занятость родителей Которые, о чём мы и говорили Невнимательное отношение к своим детям может привести к тому, что... У ребёнка дезадаптация, да, вообще в ориентации даже, да, пространство вот в этом, да? Да, какое-то, да Я же прыгал, я же ходил по потолку, когда мама сидела в гаджетах, да? И мама мне не говорила, что это плохо Да В итоге теперь для меня это норма стала Да, во втором случае, если мы возьмём, да, это вот недогляд родителей Каждый ребёнок рождается с определённым уровнем развития мозговой структуры И в родительских силах сделать так, чтобы эти структуры всё-таки сформировались Если это чисто на органическом уровне, то, значит, какие-то специалисты должны помочь, да? Но часто очень, вот опять же на своей практике я вижу случаи, когда родители не видят, не знают, не понимают, что происходит с ребёнком Они не боятся даже, да? И упускают, нет, они упускают тот момент, когда вот эта функция была чувствительна к воспитанию и развитию Вот, и тогда у нас происходит, да, вот, что может привести к гиперактивности, ну, истиной Хорошо Итак, то есть в три года мы уже можем с вами увидеть таких деток, да? Чаще всего, сколько я читаю литературы, диагноз ставят уже к пяти годам, да? То есть вот с трёх до пяти ещё на ребёнка наблюдают, там, да, пытаются как-то помочь, если... Это хорошо, если наблюдают Да, но на самом деле мы с вами, как практикующие специалисты, понимаем, что в реальности родители сталкиваются, вот, прямо, да, с таким климом, что с вашим ребёнком что-то не то Это когда начинается процесс обучения в школе Ну, и в садике тоже И в садике, да, когда их пытаются усадить Усадить, когда посадили за парк, да Да, это тоже, кстати, большая проблема, потому что наши, ну, может быть, к сожалению, да, даже не к сожалению, перестали в садиках играть А чтобы сформировался контроль, да, и произвольность, должны быть игры Игры ведь чем важны, да? Они прежде всего, прежде всего, они вводят правила И если ребёнок не справляется или не хочет справляться с этими правилами, да, или не принимает эти правила, с такими детками не играют, отсылают их куда-нибудь И тогда ребёнок начинает соображать Понимать Да Почему со всеми играют, а я опять не играю Что это такое? Что мне необходимо сделать, чтобы играть? И тогда он начинает собственную мыслительную деятельность Как сделать так, чтобы со мной играли? Ведь даже вот игра в прятки, да, вот что, вот наша молодость, это же насколько важный процесс для развития мозга Спрятался за деревом, тебя застукали, что ты сделал не так? Правильно, ты пространство своё не организовал Ты за маленькой берёзкой спрятался, а надо было за большим деревом прятаться Ты повернулся не вовремя, а не надо было поворачиваться Что-то у тебя там зашуршало И, понимаете, игра обучает, игра очень даёт большой опыт Жизненный Да, жизненный, конечно Даже чтобы спрятаться, это же надо ещё тихо где-то просидеть, если даже правильно спрятался Если вы замечали нынешних детей, как играть в прятки Спрятались за шторы и кричат У-у-у-у, найдите меня Они ведь, понимаете, чтобы высидеть, высидеть определённое количество времени Это нужно терпение, это нужно уметь себя сорганизовать, сконтролировать Даже не дышать, понимаете Ну, не дышать нельзя, но, по крайней мере, стараться задавить Это настолько важное качество, да Так что играем А у нас, да, у нас, к сожалению, дети сразу У-у-у, у Иллиски, да, они не могут высидеть Они не могут находиться без движения Или даже некоторые, вот я замечала, что детки даже не понимают о том, что они должны тихо сидеть Да, им кажется, что вот, ну, быстрее меня найдут, значит, быстрее игра закончится Да, 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 а что, зачем им куда-то заканчивать? А зачем ты на ней прятался, да? Да, зачем, то есть, видите, у них даже не понимают, зачем они это делают Это же весело, это же интересно, по крайней мере, вот, на самом деле, истинная игра Она предполагает огромный интерес, и с помощью игры все дети развиваются И когда в садиках перестают играть, даже вот в эти утки и охотники Представляете, взять мячик, кинуть целенаправленно направить этот мячик, да, в кого-то Запустить этот мячик, это целая серийная организация движений, которые тоже формируют образ Только с помощью вот этих правильно организованных серийных движений, да, ребёнок может чувствовать ручку Как вот не парадоксально это может звучит, но наладить связь мозга с рукой собственной, да, это вот как раз начинается всё в детском возрасте Именно с мячом, именно с какими-то деталями, да, когда ребёнок ощущает и чувствует эту ручку И потом начинает её контролировать, где поставить точку, где, какой ширины, высоты должна быть буква То есть это всё контроль, понимаете, контроль организации Да, мне вот тут понравилась очень тоже статья, наша коллега писала о том, что какие игры позволяют, что позволяют тебе простроить в будущем, да, то есть твою успешность И вот, я не знаю, играли вы или нет, но вот я где жила, да, там очень были популярны вот эти городки Да, и нужно было палкой, да, сбить вот эти все строения И вот действительно, вот были детки, у которых так всё получалось великолепно А я всё думала, почему у меня-то то вправо, то влево, почему я-то никак не могу, да Но теперь уже, когда у меня появились свои собственные дети, я понимаю, почему Да, это тоже целый процесс Ну, киньте, да, вы ведь не всегда можете, есть такая игра кольцеброс, да, потому что она тоже знакома Кольцо кинуть на какую-то там... Палочку Да, какую-то палочку Конус И это же вот, понимаете, чтобы сорганизовать себя, да, чтобы вот глазомер, что должен быть развит, да, с какой силой ты должен кинуть это колечко Все рассчитать Рассчитать не в дальнее надо попасть, а в какой-нибудь, около тебя находится Это ведь очень серьёзная мозговая работа идёт И это должно быть на органах чувств ещё отработано А если дети не играют, какие у них органы чувств, какой у них контроль над собственным поведением Да, и в итоге получается, что мы примерно с трёхлетнего возраста ребёнка пытаемся усадить, а ему в это время нужно играть Играть, чтобы, прежде всего для того, чтобы дозрела кора головного мозга, да, чтобы мы потом дальше уже вступили в обучающую деятельность Он ещё 11 лет в школе, плюс институт, научится он и читать, и писать Дайте ему возможность сформировать те отделы, которые должны в три года сформироваться И тогда вы получите хороший результат Хорошо, вот давайте мы сейчас поговорим Гиперактивный ребёнок, в чём его слабые стороны То есть, следовательно, я не... Я сейчас от лица гиперактивного ребёнка Я не могу долго усидеть, да Я не могу долго удержать внимание своё Я не могу управлять своими эмоциями, да Я очень импульсивен Вот это такие слабые стороны, которые, в принципе, можно каким-либо образом корректировать Да, недаром же у нас есть нейрокоррекция, да, своего рода Да, конечно Причём это не только для детей, но и для взрослых, правильно я понимаю, да, это касается А вот какие есть сильные стороны у активных детей? Ну, вообще, гиперактивные детки, они очень умные, они интеллектуально развиты Они, конечно, всё быстро очень информацию схватывают, они её быстро перерабатывают Конечно, и поэтому они ещё могут быть неудобны в школе, потому что они с полуслова, в принципе, понимают, что хотят от них, да, спросить Ну, чаще, вот, кстати, чаще всего так и бывает И поэтому они, не дослушав вопрос, начинают отвечать, да, импульсивность такую проявляют Конечно, они всегда попадают в точку, они всегда попадают в цель, да Но у них очень быстро работают мыслительные процессы Они очень сильны тем, что они могут вертеться, крутиться, но всё слышать и слушать Обрабатывать информацию, да, всеми органами чувств Причём они настолько запечатлевают рядом находящейся информацией, что взрослые, ну, на такое не способны, на самом деле Даже гиперактивные взрослые на такое не способны Вот, поэтому вот эти детки очень чувствительны к другим, да, если я не говорю о других, если я только конкретно вот о гиперактивных детях, да, и у которых нет ничего другого присоединённого, да То они очень чувствительны к другим, они очень слышат, очень чувствуют, что испытывают другие, действительно, да Вот, они очень хорошие друзья, они всегда придут на помощь Может быть, потому что им самим помощи, да, не хватает Да, часто нужно, да, часто нужно И они вот как-то вот действительно приходят на помощь другим Причём они даже, когда их попросишь что-то сделать, да, ну, по-хорошему, да, то есть надо всё равно подход иметь Они ведь никогда не откажут Или попросишь удобного ребёнка, ну, я не говорю, что это плохо, но он не всегда может помочь, конечно Плюс ко всему, по крайней мере, моя практика показывает, что это дети, которые часто выходят за рамки каких-то таких общепринятых, да, представлений И они вот своей креативностью, да, иногда просто удивляют и восхищают Если их дослушивают, то, да, вы знаете, они могут быть активистами в любой, в принципе, области, для них интересной, да И поэтому их идеи действительно нужно брать на вооружение, потому что, во-первых, их очень много, да, можно выбрать что-то, да И они действительно что-то толковое дают, да, у них очень быстро мозг работает То есть, значит, и даже у вроде бы такого, ну, пусть это будет слово дефект, да, у такого дефекта, тем не менее, есть плюсовые стороны, да Их надо увидеть, принять Да, их надо, вот знаете, наверное, самое главное принять Принять Да, а потом будем и видеть, и потом будем вознаграждены строиться, как говорят Итак, вот такой ребенок есть в классе, такой ребенок, может быть, есть в семье Что, в первую очередь, должны делать родители? Можно прямо пошагово, да, то есть, каким образом родители могут помочь этому ребенку раскрыть свои сильные стороны И научиться жить в этом обществе, которое уже с детства ставит ему клеймо Ты неудобен, с тобой сложно Ну, во-первых, принять, да, первое-наперое принять и знать о том, что ребенок есть ребенок, и он действительно активен И вот какой бы он ни был, он ваш ребенок Это относится и к учителям, которым попал этот ребенок в школу Это очень сложно, да Это теперь уже ваш ребенок в вашем классе Конечно, конечно, принять Просто с ними работать ведь в одно удовольствие И самое главное, они подлежат коррекции намного, ну, да, развитию коррекции намного быстрее, чем другие дети Чем другие, с другими нарушениями развития отделов головного мозга Вот, поэтому с ними, в принципе, месяц поработать Месяц Систематично Только систематично, да И от них будет настолько большая польза, настолько большой Вы увидите результат этой работы Потому что они, в принципе, сохранны Они и очень быстро, и очень шустро Они сделают вам все, что вы им скажете Вот, но, конечно же, есть общие подходы какие-то, которые могут помочь родителям Могут помочь учителям справляться с этим таким вот сложным качеством, как гиперактивность, да Ну, во-первых, это мы будем с самого начала И самое лучшее, что мы будем делать, это укрепление функции первого блока Да, это тот энергетический у нас блок, который дает возможность формировать и развиваться всем оставшимся блоком То есть это то, что дает нам энергию Хотя вот дети и так энергичны Куда еще больше этой энергии? Ну да, но еще не забывайте о том, что они энергичны еще просто потому, что у них нехватка этой самой энергии Для того, чтобы восполнить, им нужно как можно больше надышаться Кислород в головном мозге должен быть А это дается как раз через движение, да? Конечно, они же еще плюс будут контролировать, учиться свои движения Вот это вот то, что мы говорили о гиперактивности О том, что беспокойное движение у него проявляется, да Он будет учиться контролировать свои движения Ну, если мы будем говорить про школу и про класс, да То это любые движения, которые связаны, например, с прыжками, да Прыгаем, отжимаемся, пожалуйста, да Поливаем цветочки, например, помогаем в классе, да Какое-то задание им даем, чтобы они двигательно восполнились И двигательно, и воздухом свой головной мозг напитали Если это дома, то детям необходимо, конечно же, улучшение физического их здоровья Повышение сопротивляемости организма Детям таким очень пойдет бассейн Они всю и энергию свою будут оставлять И в то же время они будут восполнять энергию первого блока мозга Закаливание, если уж очень-то уже хорошо Физические упражнения, да Какие-то дома зарядку, пожалуйста, почему нельзя приучить ребенка делать дома зарядку физическую, да Причем это не один ребенок должен делать, это должна делать вся семья Потому что для них пример родительский, это очень важно Может быть, важнее, чем для других детей А дыхательная гимнастика сюда тоже подойдет, да? Дыхательная гимнастика, да, очень Так, в принципе, видите, физические, им-то лучше, конечно, физическое, да Им нужно, чтобы все тело у них пришло в тонус, да Чтобы они каждый мускул свой чувствовали Чтобы они каждое движение свое отслеживали Им это очень нужно, чтобы убрать это двигательное беспокойство Да, активный отдых с родителями, для них это неоценимо Вот с горки на санках, вот все, да, пожалуйста, лыжи Конечно, на велосипедах летом, да, там, в общем, активный отдых с родителями, вот, очень необходим Кроме того, вот, очень важно Вот, знаете, наверное, 90% гиперактивности уходит тогда, когда появляется организация четкого режима труда и отдыха ребенка Сначала налаживаем в течение дня, потому что им в течение месяца это просто не удержать в голове, я не забуду, да Сначала конкретно каждый день расписываем, что он должен делать Это как вот гиперактивные дети, которые никак не могут одеть колготки Это мы рядышком с ними стоим и говорим правую колготу, одеваем, левую одеваем Встаем, подтягиваем Вот им точно так же необходимо первый день, каждый день расписать Ты приходишь во столько-то, во столько-то, значит, ты потом кушаешь, да Можно даже часы заводить Вот это даже, вот, если хотите исправить, да, то надо придумать любой способ Хотите часы заводить, хотите звоните сами, да, узнавайте Сделал он это, не сделал, есть видеосвязи, пожалуйста, контролируйте по видеосвязи Вот, что делает ребенок И даже если вам будут другие говорить, ну, такой взрослый ребенок, а ты до сих пор это делаешь Вы понимаете, что это ваш ребенок Какая разница в том, что скажет Еще все необходимо Если не научили до этого, значит, нужно сейчас учить И это не важно, там, сколько лет ребенка, хоть 18 Но нам нужно, чтобы в жизни у него было все хорошо И он умел контролировать себя Если он себя не будет контролировать, никаких целей на будущее Нет, целей, наверное, он будет много ставить Но пути достижения до него у него будут путаницы и бардаком в голове То есть он не сможет А нам этого не надо И поэтому мы, конечно же, должны у него четко организовать работу в голове, прежде всего А без четкого режима труда, привычного ведения каких-либо привычек Да, это бывает сделать очень сложно Поэтому прежде всего режим дня должен у ребенка быть расписан Плакаты рисуйте вместе с ним, естественно Проживайте все это Вы не пришли и сказали, так, вот тебе плакат Вот, значит, в 7 утра ты это делаешь В 8 ты это делаешь В 9 ты это делаешь Ни в коем разе ребенок пойдет в протест сразу же Вместе с ним обговаривайте И говорите, что он конкретно делает И что он конкретно предлагает Потом спрашивайте Хотите, пусть он сам себя контролирует Ставит плюсики куда-то Хотите, сами контролируете Или в конце рабочего В конце вообще дня, который у нас заканчивается Вы обсуждаете положительные моменты Обязательно у нас должно быть Чтобы похвалы и наказания тоже присутствовало Что не получилось Если не получилось, почему? Выясняйте Может, действительно загрузили очень сильно Может, ему еще очень сложно сделать столько дел Сколько он сам, в принципе, себе и запланировал Поэтому, значит, надо как-то подкорректировать этот план Но это очень много Только у вас днем получится День он будет начинать делать Значит, вы переходите на неделю А потом уже, но это не скоро Он сам уже себе на месяц все распишет Я говорю, поработать с гиперактивным ребенком Буквально месяц, но систематично И у него все ляжется в голове Дальше Регламентация Какая-то вот введение программы В каждый вид деятельности ребенка Начинает он, например, заниматься утренней зарядкой Значит, вы ему говорите Начинаем с шеи, потом руки Чтобы у него была система Да, потому что он не помнит Он не знает Он действительно это в голове Информацию держать не может Помогите ему Тут всего-то делов Просто вместе с ним, в принципе, делай какое-то время И вам здоровье, и ему тоже То есть надо родителям для себя определить Что я все равно долгое время Вот сейчас должен сопроводить ребенка своего И быть рядом Столько, сколько нужно Пока он не научится И пока вы не увидите, что ребенок самостоятельно справляется Вы рядом с ним Можете, не можете, надо Есть такое золотое слово А если ты уже стал родителем Родителем, значит, вот как-то приоритеты нужно расставлять Кроме того, в комнате ребенка Ограничения должно быть разных функциональных зон Рабочая зона, игровая зона, зона отдых Это для того, чтобы его не отвлекать Чтобы его не отвлекать Поэтому рабочая зона, значит, никаких телевизоров Никаких гаджетов, никаких ручек с побрякушками наверху Которые могут сели, сделали, пожалуйста, вот у тебя другая игровая зона Переходи туда, да, и начинай там Какой-то ширмочкой вы сделаете Шторкой вы отгородите Но это очень важно Его не должно со стороны ничего отвлекать Я повторюсь, что ребенок очень чувствителен И он чувствует, что его там сзади ждет Понимаете? Он чувствует, что он хочет поиграть Поэтому ребенку, конечно, вот это все должно быть ограничено Закрыто, спрятано Да, и, конечно же, стиль поведения всех взрослых с ребенком Должен быть единым и коррекционно направленным Тут тоже без этого куда А если мама одно сказала, а папа другое Это вообще никуда не Только что собирали в систему, в систему, в систему Да, а своим же, собственно, распитанием Раз все обнулили Все, только единый Только как мама сказала Только, ой, не как мама сказала А только как договорились, так и сделали Если папа с мамой как-то не договорились То кто-то должен пойти на уступок и согласиться А потом, когда ребенок не слышит Обговорить, что было неправильно Вот в том задании, которое там дала Или папа, или мама И потом уже не повторить таких ошибок Но спорить при ребенке Это не так или это не так Ни в коем случае родителям В момент коррекционной направленности нельзя Ну вот смотрите И последнее И, конечно же, вот дети очень любят играть Поэтому специально направленные коррекционные методики Они могут помочь Любые, да, те игры, которые направлены на стоп-упражнения Это море волнуется разно И все, все, что в этом духе Лед, огонь, лед Я включаю музыку, ты танцуешь Я выключаю, ты замираешь Все, что связано со стоп-игрой Это вот все эти игры Как раз отработка, да Можно в интернете найти стоп-игр И всей семьей проиграть На природе, дома И тогда вот всего-то Вообще ничего Я говорю, в течение месяца Это все можно наладить Отлично Вот еще в завершении нашей программы Оля, скажите Когда родители говорят Все, я так устала У меня опускаются руки И мне кажется, что это уже не исправит Что вот Где выход из этой ситуации, да Вы приводите примеры Что вот, смотрите Вот были дети одни А в итоге стали лучше учиться Стали более успешными Еще что-то То есть какие-то Вот есть такие у нас с вами истории Я знаю, что очень многие актеры Спортсмены Они тоже имели в анамнезе Вот этот диагноз СДВГ Были гиперактивными сорванцами В итоге Вы знаете, наверное Вот сейчас на память На ум гиперактивные знаменитости У меня не приходят Да Вот Но дело в том, что Примеров таких очень много Очень много И учителя отмечают Что когда вот эта система проводится Да Работы Работы То результаты очень хорошие Причем родители, ну, наверное Сами могут только рассказать Насколько им стало легче От того, что у них И они себя в систему привели И дети у них в системе живут И это же выработка привычки Гиперактивный ребенок У которого В голове кавардак Да Когда он раскладывает Свой кавардак на полочке Тогда Ему легче становится Ну и всем окружающим, конечно же Ну и вообще Отлично, что у нас есть Такая наука Как нейропсихология Да Потому что на самом деле Она и детям, и взрослым Помогает Многие вопросы решить Многие задачи Да Найти ответы Хочется в завершении программы Порекомендовать книгу Сама прочитала Растущий мозг Дэниел Сигал Да Если есть такая возможность Почитайте Полистайте Много что интересного И о мозге И о Это наша специальная Литература Для специалистов уже А вот это такая Общая Доступная Популярная Очень хорошим Легким языком Написано О том Как мозг развивается Растет И как его можно Использовать По полной Программе Хотелось Еще в довершении Сказать Что конечно же Вот эта гиперактивность Она с возрастом Проходит И проходит Она с 15 В 15-14-16 лет Но дело в том Что те ярлыки Которые он за это Время получает Они никуда не деваются И вся его самооценка Вся его высокая тревожность Она остается И тогда Во взрослом состоянии Мы получаем Человека с заниженной Самооценкой И с высоким уровнем Тревожности И это им мешает Да Поэтому Если у вас есть детки Которые сейчас Активные Настолько Что беспокоят Окружающих Подключайтесь Прямо Начинайте сейчас Активно интересоваться Жизнью своего ребенка Всячески ему помогайте У нас Слава богу Есть специалисты Кому можно обратиться Ну и не теряйте надежды На то Что все в этой жизни Будет хорошо Сегодня мы говорили О наших Непоседах О активных детях И говорили Через призму Нейропсихологии У меня в гостях Была Ольга Скрябина Нейропсихолог Ольга, спасибо вам большое Я очень надеюсь Что вы к нам еще придете Потому что У нас действительно Есть интересные вопросы Которые хотелось бы вам задать Спасибо вам Практическая психология Практическая психология